Девчонки, всем привет! Я сегодня выполняю запрос некоторых моих подписчиков, сразу нескольких, которые просили меня рассказать о моих бровях. Ну, как бы, я не считаю, что мои брови идеальные, ну, по крайней мере, я привела их в порядок после того ужаса, что вообще с ними было. И сейчас я расскажу вам, как я их испортила для начала, а потом, ну, сделать то, что получилось у меня сейчас. В принципе, то, что было до этого, это был тихий ужас, и то, что сейчас, это еще более-менее нормально. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, для начала я расскажу вам о вещи, которые я их испортила. Это, я не знаю, я хочу вас предостеречь, что если вы пользуетесь такими вещами, то советую вам заканчивать, потому что вы нарушаете структуру волоса и портите направление, ну, направление того, как должна расти бровь. Вот я испортила с помощью таких штучек. Я думаю, что такой вариант для ленивых, кому лень выщипывать. Я до этого никогда не выщипывала брови, а все время пользовалась вот такими вот вещами. Я думаю, среди вас найдется девочка, которая пользуется такой вещью. Я не знаю, как они точно называются. Ну, какие-то, ну, в общем, вы бровями понимаете, что вы как бы их подбреваете, и, ну, хватает этого буквально, может быть, не знаю, меньше, чем на три дня. И брови начинают такими точечками расти, и волос растет неправильно. И к чему я пришла в итоге после, наверное, двух лет использования, может, полутора лет использования этих вещей. И, в общем, пришла я к тому, что мои брови начали расти просто в разные стороны. Некоторые росли вниз, некоторые росли вверх, некоторые росли вот так вот вообще. И с такими бровями очень тяжело совладать. Они не укладываются никакими гелями для бровей, ну, вообще ничем. Они просто постоянно торчат. И это, конечно, добавляет дискомфорта, то, что, когда у вас отрастают такие точечки, ну, вот становится волос, начинает расти, его невозможно удалить ничем, потому что он еще недостаточно длинный для пинцета, и он также недостаточно длинный для вот этой штуки, чтобы она убрала их до конца. Поэтому, если вы пользуетесь этим, то, пожалуйста, заканчивайте, потому что вы в конец испортите себе бровь так, что просто, ну, вот она будет, как у меня, расти просто в разных направлениях, только не в том, которым нужно. Вот. И после этого... А, конечно, глаза у меня открылись на курсах, когда мы делали макияжи, и девочкам, которые меня красили, было очень сложно справиться с моими бровями, потому что, ну, их невозможно было никак уложить. Красили их всевозможными способами, и приглаживали, и гелями, и чем только ни делали. В общем, все тщетно. Ну, более-менее как-то... Ну, это стоило очень многих усилий, поэтому сразу вам говорю, что это очень неудобно. И теперь я расскажу вам, собственно говоря, как я вообще ухаживаю за бровями и что я с ними делаю. И сейчас я буду вам немножко на себе показывать. Вот для того, чтобы мне оформить свои брови, мне, в принципе, нужны только вот четыре вещи. Это, собственно, щеточка, которыми я расчесываю брови, это карандаш для бровей, и пинцет, и ножнички. Ножнички обязательно нужны. Я тоже до курса совершенно никогда ими не пользовалась. И сейчас я немножко расскажу о каждом предмете быстренько. Значит, вот эти две вещи обычно мне нужны в компании. Щеточкой вы... У меня сейчас брови накрашены, но я буду вам показывать, как вообще нужно делать. Значит, вы щеточкой расчесываете брови, как они у вас есть, в общем. И все волоски, которые вы расчесали, все волоски, которые остались поднятыми, ну, торчащими, вы обстригаете им концы. Только нужно очень аккуратно, чтобы не переборщить. Или вы можете делать так. Вы как бы вот так вот поднимаете бровь, и то, что остается наверху, вы состригаете. Тогда ваши брови, ну, не будут заросшими, они будут такими, как бы, прореженными, что создает им более ухоженный вид. И вот эти две вещи я использую всегда вместе. Ну, или, например, когда я брови с бровями все сделала, подровняла, когда я делала макияж, я обязательно расчесываю. И если опять же вижу, что бровь, ну, какая-то вылезшая, выше, чем все остальные, ее просто нужно подстригать. Но я еще раз говорю, что с этим очень легко переборщить, поэтому вы должны быть очень аккуратны, потому что можно себе таких дырок в бровях понаделать. Далее, для того, чтобы изначально, когда я испортила себе брови, мне пришлось, реально, пришлось всю вот эту часть просто выщипать. Оставить только вот, как бы, головку и само тело, и вот этот кончик мне пришлось просто выщипать, и я его дорисовывала, ждала, пока у меня отрастут там волосы. На самом деле, этот дискомфорт вообще полный. Вы представляете, что если вы, допустим, ну, дома умойтесь, да, то вы будете ходить просто с полубровей. Это хорошо, что у меня мой муж работает за границей, и видит меня, ну, видел меня не так часто, в общем, с такими прекрасными бровями. И я ждала, ждала, пока у меня, в общем-то, отрастут брови для того, чтобы я могла уже, ну, дальше смотреть, чем мне, как мне их корректировать, и все. Я просто брала, подводила, рисовала форму для себя бровей, которая мне нравится, в общем, я для себя выбрала ум. Я для себя выбрала такую формулу, в общем, ну, она обычная, ничего, я не нарушила формулу, как бы, я не делала искусственную форму, брови у меня действительно так растут, поэтому мне было проще. Я люблю вот такие брови, я себе сделаю такие брови. Я рисовала их карандашом, и все, что было за границей этого карандаша, я просто брала и выщипывала, тем самым я, как бы, ну, придавала форму своим бровям. Так что вот карандаш, тоже очень хорошая вещь, очень хорошо, что у него такой наконечник, это у меня от фирмы Essence, я уже его показывала, у меня это в оттенке для блондинок. И последнее, самое главное, что мне нужно, это вот такой пинцет, ну, это, я думаю, ни для кого не секрет, у меня, я специально взяла пинцет очень острый, для того, чтобы даже самые маленькие волоски, как бы, он мог мне удалять. И, на самом деле, для меня это мучительная процедура, потому что я очень, ну, боюсь боли, и поэтому для того, чтобы выщипывать брови, я для начала смазываю немножко подсолнечным маслом, для того, чтобы извлечение луковицы из кожи было менее, как бы, болезненным. Так что, в принципе, это все, что я делаю со своими бровями, и вы видите, что ничего сложного. Это были все мои советы, и увидимся в следующем видео. Пока!